И так же мы веруем в то, что Всевышний Аллах спонталя поведал своему пророку Салаллаху Саламу все, что будет в его общине до самого судного дня. Относительно этого приходит хадис о том, что пророк однажды после утреннего намаза поднялся на мембар и начал рассказывать подвижникам все, что будет в его общине до самого судного дня. И спускался только на намазы, на Зохре, Асре и так далее. И давал им проповедь на мембаре до самого Магриба. То есть с фаджира до самого Магриба. Этот хадис является достоверным, однако он не указывает, что пророк Салаллаху Саламу знал все, знал все, что будет до судного дня. Почему? Потому что знание всего, что есть до судного дня, это что? Скрытое знание. И этим обладает только Всевышний Аллах спонталя. И здесь все, что можно сказать, что Всевышний Аллах поведал посланник Аллаху Салаллаху Саламу некоторые общие моменты, которые произойдут с его общиной до судного дня. И без конкретизации каких-то конкретных. Так или нет? Без конкретных конкретизаций. И указывает на это то, что пророк Салаллаху Салаллаху скажет в судный день или ему скажут «Инна каля тадри махда тубадак» «Ты не знаешь то, что совершала твоя община после тебя». То есть, когда людей будут отгонять от его водоема, пророк Салаллаху Салаллаху будет говорить «Моя община, моя община». И их все равно будет отгонять. И пророк Салаллаху Салаллаху скажет «Инна каля тадри махда тубадак» Ты не знаешь того, что они совершали после себя. Это указывает на то, что пророк Саласан не знал всего того, что происходит в его имя, в его уме или то, что произойдет в его общине. А также однажды пророк Саласан сказал, Ох, как бы я хотел увидеть наших братьев. И тогда сподвижники сказали, Разве мы не твои братья? Сказал, Сказал, нет, вы мои сподвижники, А мои братья, те, которые еще не пришли. То есть говорит об остальных мусульманах, которые будут до сутного дня. То есть то, что пророк Саласан желал их увидеть, Говорит о том, что он не знает, кто они такие, как они будут выглядеть и так далее. Это говорит о том, что пророк Саласан не обладал знанием всего, что будет до сутного дня. Это второе садисо Бухарии мусульман со словом Абу Гуррира, радия Аллаху Ангу. В этот момент понятен или нет? Здесь не нужно понимать, что пророк Саласан знает скрытое. Потому это из убеждений суфи, То, что пророк Саласан знает скрытое, и все, что происходит в общине, присутствует на собраниях и тому подобное. Это убеждения неразрешенные для Ахли Сунну Аль-Джима. И слова имама Аль-Бар-Багари нужно понимать именно таким образом. Дальше имам говорит, Во-первых, это указывает на то, что эти течения, все, кроме одной, заслуживают огня. Не обязательно, что все они войдут в огонь. Пророк Саласан может, а Всевышний Аллах может кого-то из них простить. Но заслуживают они огня, это однозначно. Понятно или нет? И также, так как пророк Саласан сказал, Минуммати, измей общины, Сюда не входят те нововведенцы, которые приписывают себя к исламу, Но являются неверующими. Как Адьяниты, Джагмиты, Фураниты, Рапидиты и тому подобные, Что Мусайриты и тому подобные заблудшие течения, Они не являются мусульманами в основе, так или нет? И они не входят в эти 73 течения. В эти 73 течения входят нововведенцы, Нововведения которых не выводят их из ислама. Они заслуживают огня. Возможно, их Аллах Саласан заведет в огонь, А возможно, против, так или нет? И что и те из них, которые зайдут в огонь, Когда-либо выйдут из огня, потому что они единобожники. Понятно или нет? Они когда-либо выйдут из огня и не останутся в огне навечно. Это что касается правильного понимания этого хадиса. Говорит Лагияль Джамаа, а что это за группа, Которая не зайдет в огонь и не заслуживает огня? Это говорит Джамаа, это Джамаа. Тыля, я, Расул Аллах, Мангум, Сказали, у посла Николая, а кто это Джамаа, кто это община? Халяма ана алили, йома вас ади. Он сказал, это те, которые на том, на чем сегодня я и мои подвижники. Вообще, в общем, этот хадис, О разделении общины на 73 течения, Является принимаемым так, достоверным, Исходя из поддерживающих цепочек. И некоторые моменты в этом хадисе являются слабыми. Некоторые определенные отрывки этого хадиса Или его некоторые риваяты являются слабыми. А в общем, этот хадис является достоверным. Дальше говорит имам Аль-Барбахари, рахима Аллах, И таким образом, религия была твердой. То есть, не было с ней примешано никаких нововведений, И не было никаких проблем, ишкалатов, или каких-то заблуждений До самого правления Умара ибн-хаттаба. Более того, даже до самого правления Умара ибн-хаттаба. Понятно ли мне? То есть, во времена Умара, Умар, разъялану правил, сколько лет? Десять с половиной лет. Так, во время него не было никаких проблем, Не было заблуждений, и не было никаких заблудших групп. То есть, может, они и были, но были очень скрытые. Так, чтобы они выявляли свои заблуждения, Такого не было во времена Умара. Так, говорит, Но после того, как был убит Усман, То есть, когда хавариджи его убили, Что пришли разногласия, и наступили нововведения, Или появились нововведения в этой горшине. И люди разделились на различные партии, И разделились на различные течения. И из людей были такие, которые утвердились, И остались на истине, При первом изменении. Это очень важно, брат. Когда происходит первое изменение, Оно очень незаметно. И очень важно, чтобы ты остался на истине, Именно при первом изменении. Так вот, говорит имам Аль-Барбагари, То есть, и Вышний Аллах оставил в этой общине Победоносную группу, так или нет, Спавшуюся общину, Которая осталась на истине, При первом изменении. То есть, она не отошла, не изменилась от истины. И она высказывала истину, И что? Действовала по этой истине. И призывала людей к этой истине. Понятно? Говорит, И говорит, То есть, подвижники, потом последователи, Потом их последователи, Во времена их вели и была сильная. Когда же пришло четвертое поколение, И хиляф от Бани Фулян, Во время правления Бану такого-то, То есть, что имам Аль-Барбагари не называет конкретное имя правителя, Так или нет? Чтобы не пришло ему каких-то последствий от этого. Говорит, Времена перевернулись. И люди очень сильно изменились. То есть, изменились куда? В худшую сторону. И распространились нововведения. И стало много тех, Которые начали призывать к пути заблуждения, То есть, не к пути истины, И не к единой общине. Понятно ли, нет? И наступили различные испытания. И кулищей во всех вопросах религии. То есть, во всех вопросах религии появились заблуждения, Появились различные атикадаты, убеждения и тому подобное. Здесь у тебя стоит. Ла ми атакалем би герасулюлла ва ля асхабугу. Эти заблуждения во всех вопросах носили такой характер, О котором не разговаривали ни посланник Аллах, ни его сподвижники. Понятно или нет? То есть, ни посланник Аллах не говорили тех вещей, Которые говорили эти нововведенцы. Ни сподвижники не говорили этих вещей. То есть, как, например, то, что у Всевышнего нет атрибутов и имен. То, что, допустим, что Фуран сотворен и тому подобное. То есть, не говорили таких слов ни посланник Аллах, ни его сподвижники. Здесь у тебя небольшой момент, подпишите. То, что Бану Фулян, под Фуляном здесь имам Аль-Барбахари имеет в виду правителя, Которого звали Макмун. Макмун, это кто из Бану Аббад? Один из правителей аббасидов. То есть, смотри, аббасиды, первое время правления аббасидов, Религия была сильная. То есть, когда пришел правитель из аббасидов Мансур, Потом его фильм, кто? Махди, потом кто? Потом Амин. И подобные им правители, они были, что защищали Сунну, защищали имамов Сунны, поддерживали их, и кого подавляли нововведенцев. Понятно или нет? То есть, еще раз, Мансур, потом кто? Махди, кто? Амин. И тому подобное. Они все защищали кого? Ази Сунну аль-Жама. Также Рашид. Все они были из правителей аббасидов. Первых правителей аббасидов защищали Сунну. Затем после Рашида пришел его сын Амин, и у Амина был брат кто? Макмун. И вот этот Макмун убил этого Амина, то есть, совершил на него что покушение, и взял на себя власть. То есть, кто? Макмун. Сын кого? То есть, Макмун взял на себя власть, и в его время, в его правление, взяли силу, кто? Джахмиты и Муатазелиты. Джахмиты и Муатазелиты. И именно в его время, в его правление, наступила смута творения Кур'ана. Сотворен Кур'ан или не сотворен. И этот человек, Макмун, перевел на арабский язык, или приказал перевести на арабский язык, книги греков, перцев, индусов и остальных философов. Греков, перцев, индусов и остальных философов. Так что, философия, мантер и тому подобные явления вошли в религию, так или нет, и вошли в науки мусульманские. И все перепуталось. То есть, акрида перепуталась, все перепуталось. И люди заблудились. И после него пришел, после Макмуна, пришел человек, правитель, которого звали Аль-Муатасим. Аль-Муатасим Билля. После него Аль-Уасих. Аль-Уасих. Вот эти три правителя, Макмун, Муатасим и Уасих, принуждали людей к чему? К слову о сотворении Кур'ана. Принуждали людей к тому, что Всевышний Аллах не обладает нескими атрубутами. Именно в его время был вот этот вот Ибн Абидуад. В его время, что получили силу призывающих Джахми и Муатазили. Так или нет? И они сильно поддерживали и били кого? Ученых Аль-Уасиху насажали в тюрьмы. Не давали им, что риск, то есть пропитание из Бейтульмаль, то есть из казны. Выселяли их из их земель. Отправляли их из стран мусульман. Били, убивали. Накладывали на них тяжелые налоги. Не давали им преподавать в мечетях. И тому подобное, что, то есть, преследовали их последователей и тех, которые у них учились. И тому подобное отрицательное явление. Ясно или нет? Это во время кого? Макмуна, Муатазима и Уасиха. И после Уасиха пришел кто? Мутаваккель Аляллах. Аль-Мутаваккель Аляллах, он что? Он защитил имама Ахмада. Он защитил имама Ахмада. И опять сумма возвысилась. И слово о сотворенности Кур'ана осталось под стопами, так или нет, и стало униженным. Стало униженным. А сам имам Ахмад во время этих трех правителей, его возили на животных вниз головой. Возили на верблюде вниз головой. В то время, когда уже имам Ахмаду было более 60 лет. Так или нет? И что? Били его настолько сильно, что доктор, который лечил его затем, убирал куски мяса с его спины, которые были уже черного цвета. То есть, застыли на его спине черного цвета. И несмотря на это, имам Ахмад не сказал о том, что Кур'ан сотворен. И остался на том, что Кур'ан не сотворен. И этим, что спас эту религию. То есть, Всевышний Аллах спас посредством Ахмада эту религию. Именно об этих событиях рассказывает тебе, кто имам Аль-Барбахари. Говорит, И эти люди начали призывать к разногласиям. То есть, кто? К разродвести. Имеет в виду Джахмиты и Му'тазелиты. Ванага, Расулул Аллах, Салли Аллаху Салли, Аль-Фурка. Вместе с тем, что сам посланник Аллах запрещал эти разногласия. И люди начали объявлять или обвинять в неверии одних других. Сами ракедиты разделились на несколько групп. Друг друга обвиняли в неверии. Хавариджи разделились на несколько групп. Обвиняли друг друга в неверии. Мурджииты разделились на несколько групп. Обвиняли друг друга в неверии. И так далее. Говорит, И каждый призывал к своему мнению. И призывал к тому, чтобы обвинять в неверии того, кто противоречит его мнению. Фабаллал джухаль варраа. И заблудились джагили и раа. Раа это кто? Вот есть же простонародие, которое следует за тем, что ему скажут. Любой дурачок приходит, начинает какой-то призыв, и за ним люди толпами следуют. Почему? Джухаль, потому что нет у них знаний. Нет у них что? Нет у них основ в религии. Ваманла альмаля. И последовали за этими джагмитами и за этими джагилями, те, у кого не было знаний. Уатма уннаса фишей мин амрит дуне. И смотри, как джагмиты и муатазелиты, как начали призывать людей к своей религии. То, что они соблазнили людей какими-либо вещами из этой дуни. То есть обещали посты, обещали приближенность к правителю, обещали какие-то что? Вносы или какие-то деньги из казны и тому подобное. Понятно или нет? Этим самым что привлекали людей к своим идеям. И наоборот запугали их тем, что лишат их дуни. Если ты будешь не на нашем мнении, тебе не будет исказных денег. Тебе не будет хороших земель. Мы выгоним тебя из земли. Так или нет? Мы наложим на тебя большие налоги. То есть тому подобное. Как делал Иван Грозный, когда завоевал Казань. Каждый, кто не принимал христианство, что накладывал на него тяжелые оковы. Так, налоги и тому подобное. Так что человек был вынужден выходить из религии. И остались на исламе только лишь малое количество людей. То же самое здесь. На Сунне осталось малое количество людей. И большинство людей последовали за джагмитами и маказелитами. Либо желая дуни, либо боясь потерять дунью. И сегодня эти методы, брат, применяются. Это, брат, не так, что это какая-то история, которая была и больше ее нет. Запомни, что нововведенцы используют эти два метода. Они привлекают людей деньгами. И второе, что запугивает людьми, потеря денег. Так сегодня делаешь физлисты, так или нет. Говорят, давай, я тебе буду обеспечивать твою учебу, но ты не езжай к человеку в ползану, ты не езжай к тому-то, ты не езжай к тому-то, ты не слушай того-то, умалчивай о том-то. Понял или нет? А потом, когда ты в его кабалу попадешь, что говорит? Когда тебе уже тяжело обходиться без его поддержки, без его материальных денег, так, без материальной поддержки его, он тебе что говорит? Ты хочешь перейти на Сунну, он тебе говорит, нет. Если ты перейдешь на Сунну, я оставлю тебя без помощи. Я оставлю тебя без материальной поддержки. И на что ты будешь кушать, и на какие деньги ты будешь кушать, будешь висходить в долгах и кушать, что кульда посолия. Так или нет? Этим самым они, видишь, привлекают кого-то деньгами, а кого-то запугивают тем, что оставят без денег. Понятно или нет? И сегодня то же самое в наших республиках. Имамы мечети, так или нет? Если не будешь имамствовать мечети, не будешь затрещать, поднимать руки, говорить амин и так далее, мы тебя уволим. А если будешь поддерживать наш ханафистский мазхат, мы тебе дадим хорошую машину, так или нет? И на марту ты будешь имам мечети. Идишь в мечети, ничего не делаешь, маршалла, зарплата идет. Дуа прочитал, когда принесли садата, и все свободен. Вся дунья, что течет, как по маслу. Понятно или нет? Это, брат, древние методы, это не сегодня придумано. Эти методы, которые используются государством с давних времен, или используются нововведенцами с давних времен. Понятно или нет? Понятно. Дальше говорит, что? И за ними последовали целые группы людей. Так народы последовали за этим убеждениями и страха за свою дунью. Или из желания получить что-то дополнительное из дуньи. Понятно? И там, что Макмун приблизил к тебе рафидитов и за Надя, который из безложников, по средствам денег. По средствам денег. Пафарат Асунна Ла Аглюга Максумин и Сунна и ее приверенцы стали скрывающимися. То есть все, не могли уже поднимать голову. Не могли призывать к религии, к Сунни. Пришлось им скрываться под страхом убийства, под страхом смерти. Понятно или нет? Говорит, И нововведения стали явными и сильно распространили. И из тех, которые скрывались, можете у тебя записать, был Суфьяна Саури, Хасан Альбасри, Ибрагим Анахай, Суфьяна Саури, Хасан Альбасри, Ибрагим Анахай, сам же Имам Альбарбахари, как мы говорили об этом на первом уроке, так или нет? Он умер. Где? Умер в том доме, в котором он скрывался целый месяц от погонь, от преследований. Он скрывался и умер. Он скрывался от погони государства. Говорит, Имам Альбарбахари, Рахима Гула, И люди стали неверующими, так, что даже сами этого не заметили со многих сторон. Это не означает, что джагль невежества, это что не оправдание. Нет. Человек, который невежда и попал во что-то, в какое-то неверие, так или нет, или в нововведение, не вынуется о нем постановление, что он неверующий в нововведение, пока не будет донесено до него довода. Это что касается тех невеж, которые не могли или не имели возможность требовать знания. Что касается того, кто мог узнать и сам не узнавал и отвернулся от требований знания религиозного, так или нет, то, что тот человек не оправдывается невежеством. Невежеством оправдывается только тот, который не мог получить знания, а который имел возможность получить знания, имел возможность слушать лекции, отправляться, улема, читать книги и познать истинную религию, тот не образуется невежеством. Это что забит в этом вопросе. Дальше и говорит, они начали использовать аналогию. То есть в чем относительно именные атрибуты Всевышнего Аллаха. Начали сравнивать его с творениями. И в вопросах поклонения также. Вопросах поклонения, что касается вопросов Асмал-Сифат, кто начал использовать аналогию Джагмиты, Муатазилита, Ашариты, Матурдиты и тому подобное заблудшее течение. А в вопросах поклонения, кто начал использовать аналогию Ханафиты, так или нет? Это известно от Адхабр-Раи. То есть люди своих мнений. Имеется ввиду здесь кто жители Ирака Ханафиты. Говорит И начали что? Воспринимать мощь Всевышнего Аллаха и его знамения, его постановления, его приказы и запреты в зависимости от своего разума и от своего понимания. То есть если это лезет им в голову, они это принимают. Если не лезет, в их голову, они это не принимают. Это что называется? Они поставили основой разум. То, что соответствует разуму, принимают. То, что не соответствует, не принимают. Понятно ли, нет? Что касается Адхабр-Сунна, то основа у них что? Контекст. Куран и Сунна. Понимание с подвижников. Это весы. То, что соответствует этому, принимают, а то, что нет, нет. А они сделали весами свой разум. Говорит То, что соответствует их разуму, они приняли. А то, что не соответствует их разуму, отвергли. Фасар али-Исламу гарибан. И ислам стал каким? Гарибан. То есть, странным среди людей. Редким среди людей. То есть, приверенцы Сунны, что стали редкими среди людей. Главли Сунна Гураба Фиджо Фигиарин. И приверенцы Сунны стали странными среди людей в своих же городах, в своих же домах. Раньше они были великими. Раньше признавались людьми. А сейчас Суннид ходит, что и все на него смотрят как на белую ворону. Это еще было во времена Имама Аль-Бар-Багари. Не говоря уже о наших временах. Более того, сегодня, в наши времена, вещи известные из религии, пидзарура, так или нет, явно известные, понятные всем из религии, сегодня стали вещами мукора, порицаемыми. Стали вещами порицаемыми, и если ты их делаешь, тебя порицают. Более того, иногда тебя порицают те, которые тебя называют соляфитами еще, не просто люди. То есть, настолько, что религия стала сегодня какой-то странной, редкой среди людей. То есть, редкой, тяжелой для того, чтобы ее придерживаться. И вы тебя здесь подпишите быстренько, так? Быстренько, для того, чтобы не затягивать время. Порядок появления заблудших течений. Сначала появились хавариджи. Они появились еще во времена пророков, а это их лидер Зульху Вейсара, который сказал пророку, будь справедлив во время деления трофеев. Потом они усиливались, 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 так что достигли своего пика во время Усмана, так что убили его, и во время Али, так что Али даже пришлось с ними сражаться. Также во времена еще сподвижников, то есть во времена последних сподвижников, как, например, Ибн Умара и так далее, появились кто? Хадариды. Последних сподвижников имеется в виду по возрасту, так или нет? То есть Ибн Умар был одним из последних сподвижников, которые жили на земле. Еще в его времена появились хадариды. Потом в борьбе с хадаридами появились кто? Джабриты. То есть для того, чтобы опровергнуть мозгах хадаридов, появились джабриты. То есть перегнули палку во вторую сторону. Также появились атазелиты. Появились муатазелиты. Это уже позже. Это уже позже. Что касается времен Али, то вместе с хадариджем появились рапидиты и ботаниты. Вот вы сейчас запишите. Вместе с хадариджеми. Во времена Али уже были рапидиты, которых Али сжег. То есть они сказали, что ты Али божество. И Али Равейлану отдал приказ сжечь этих людей. И спалил их где? На костре. И там же появились ботаниты. Ботаниты это те, которые говорят, что в Кур'ане есть скрытые смыслы. Есть скрытые смыслы. И внешний смысл Кур'ана не принимается. И по нему действует неправильно. Так. Потом появился таджаггум. То есть сначала появились муатазелиты. Потом только появились джагмиты. И джагмиты хуже, чем муатазелиты. Потом джагмиты и муатазелиты ослабли. То есть сунна взяла верх. И потом во время муна вот этого так правителя вновь муатазелиты взяли верх. И начали говорить о сотворенности Кур'ана. Муатазелиты и джагмиты. И во время Третьего века появился Пафаулу, то есть суфиты, суфисты. Суфистов не было в первые два века. Они появились в конце Третьего века. Это кто? Суфисты. И после них появились то Адхабррай, то есть ханафиты. Ханафиты не имеют ввиду, что они здесь мусадят. Имеется ввиду то, что они внесли фисх, то есть неправильные, что основы. Внесли фисх неправильные основы, когда ставили вперед свои мнения и свою аналогию перед контекстами. Более того, большинство, кто Адхабррай, большинство ханафитов были либо ашаритами, либо муаказелитами, либо матуридитами. Так или нет? И многие из них поддержали правителя в слове о том, что Кур'ан сотворен. Дальше говорит имам Аль-Барбагари, рахимагуллах, Не зная то, что временные браки, а также и стихляль, являются запретным до самого судного дня. Здесь имам Аль-Барбагари указал на две запретные вещи. Первая это мут'атун-ниса. Мут'атун-ниса это что? Это временный брак. Когда человек женится на женщине на какой-то срок, на три дня, на четыре дня, платит ей какой-то махар, типа одежды дает, так? И пользуется ею три-четыре дня, затем разводит ее. Или студент какой-то из арабских стран едет, например, в Британию учиться, знает, что он будет там год, например, учиться, на год женится с намерением страшного временного брака. Но просто намерение сразу не называется брак временным. То есть если человек конкретно заявляет, что этот брак временный, и женщина с этим согласна, это уже что мут'атун-ниса. То есть использование временной женщины. Это не разрешается в шариате. Запрещено билиджма, по единогласному мнению мусульман. И временные браки были разрешены в начале ислама. В начале ислама были разрешены, но затем пришел запрет в год завоевания в Мекке, до самого судного дня. И хадиса об этом пришли от Саляма ибн Акава, потом от Джабира, от Сабра ибн Маабадаль-Дюгани и от Алибна Абиталева. И самое интересное, что запрет на временные браки пришел в хадисе Алибна Абиталева. И сегодня рафидиты, и всегда у них во все времена временные браки были разрешенными билиджма, как они говорят, по единогласному мнению. То есть у рафидитов временный брак разрешен по единогласному мнению. И сегодня Иран восхваляется перед остальными государствами, что у них не зафиксировано в случае чего прелюбодьяни. Почему? Да потому что у них прелюбодьяни узаконено. То есть временный брак это и есть прелюбодьяни. Я тебе плачу деньги, и ты даешь ей возможность пользоваться тобой. Так или нет? Это и есть что? Это и есть, как называется, прелюбодьяни, так или нет? То есть то, что сегодня совершается в наших странах. Человек платит женщине деньги и пользуется ею за деньги. Затем что? Оставляет ее и уходит. Это и есть временный брак. И второе. Второе. Что за... О запретности чего говорит здесь имам в Арбагаре, это истихляль. Что такое истихляль? Когда человек развел свою жену трижды, она не разрешена ему, кроме как после того, как выйдет замуж второй раз за кого-либо и тупит в половой акт, что с этим мужчиной, то есть со вторым мужчиной. И затем, если этот мужчина ее разведет, то она может выйти еще раз замуж за первого своего мужа. Понятно или нет? Так вот, когда человек разводит свою жену три раза, а потом начинает об этом сожалеть, он хочет ее вернуть. И что делает? И знает, что он не может ее вернуть, кроме как если она выйдет замуж за второго, и у них случится половой акт. Он находит какого-нибудь своего друга и заключает с ним договор. Давай женись на моей жене, соверши с ней половой акт, а потом разведи ее, чтобы я мог, что второй раз на ней жениться. Так вот, это называется в шариате Таишу-ль-Мустаар, то есть козел, которого взяли, что, как Мустаар, в аренду. То есть козел, которого берут в аренду. Почему? Потому что он подобен козлу, который человек берет у своего соседа, приводит в свой сарай и отпускает его к кому? Козом, так или нет? Чтобы он осеменил их, и чтобы потом появилось потомство. Здесь то же самое. Привод человека отпускает к своей бывшей жене, чтобы что он совершил половой акт, а потом ее развел, и она становится разрешенным ему. Это называется, что истихляль. Запрещено. Пророк, саламу ассалам, сказал, как хадиси приходят от Али ибна Абитали, а у Асхабу Сунам, то есть у кого, у Вода, у Дана, Саи и так далее, Всевышний Аллах проклял того, кто ищет себе мухаллиля и того, кто занимается этим. То есть этого мужа первого и того, что арендовано козла. Всех их Всевышний Аллах, что сделал, проклял. Понятно ли, нет? Гражданский брак, так же запрещен в Шариате, так? То есть это не никах, так, Леонид? Гражданский брак в Шариате запрещен. Дальше говорит имам Аль-Барбахари, и ты должен соблюдать права Бану Гашим, и должен вспоминать об их почете. То есть Бану Гашим, кто такие? Это семейство пророка, салава Алисаляма. У тебя быстренько запишите, что семейство пророка это Али, Джафар, то есть потомки Джафара, так же Акиля, Аббаса и Али. Вот эти четыре семейства это семейство пророка, салава Алисаляма. Семейство Джафара, Акиля, Аббаса и Али. И относительно семейства пророков, люди на сколько групп делятся? Смотри, это Аглисунна, потом это Рафиды, которые перешли все границы относительно семейства пророков и сделали из них божеств. Так и наоборот, Насибиты, Насибиты, Наласы, это которые враждуют семейством пророка, и между ними, и между Рафидитами, и вечная война, так или нет? И Аглисунна посередине между этим на прямом пути. Говорит ли Караба Тихиммин Расули, а зачем ты должен вспоминать их и почитать их? Потому что они являются родственниками посланника Аллаха. Поэтому мы говорим, если кто-то из семейства пророка, и он твердо стоит на религии, то у него два почета. Это почет Ислама и Сунны, и почет чего? Родства с пророком. А что касается того человека, который из семейства пророка, и он сасир, грешник или кафир, то нет ему никакого почета. Понятно или нет? Это касается только тех, которые на религии посланника Аллаха. Говорит, вот арифу фадля фурейш ван араб. И ты также должен знать почет фурейшитов, а также всех арабов вместе. И как мы говорим, арабы в общем своем лучше, чем и более почетные, чем иностранцы. Понятный момент? Более почетные, чем Ааджим. Это свое основе. Потому что Фуран был не послан на их языке. И как Всевышний сказал, Аллах лучше знает, кому или куда поместить свое послание. И послал, и дал послание именно, нести его именно арабам. Значит, они лучшие люди на земле. Но это не означает, что каждый конкретный араб лучше каждого конкретного иностранца. Бывают иностранцы лучше, чем арабы. Ну, в общем, арабы лучше, чем иностранцы. А вообще, лучше перед Аллахом тот, который богобояется. Понятно ли? Именно Ахрама Камандалла Абхакум. Говорит, у Аджимия Абхаз. Абхаз. И все остальные, что Абхаз, это, как сказать, роды арабов. Знай их место и их права в Исламе. А вольноотпущенника какого-то народа из них. Как это пришло в хадисе Абу-Рафа у имама Тирмизи? То, что даже те, которые являются вольноотпущенниками этих четырех семейств, которые мы назвали выше, они тоже относятся к семейству пророка Саалла Алисаляма и не имеют права на садата. Исходя из этого хадиса, что пророк Саалсан сказал, Вольноотпущенник какого-то народа приписывается к ним. И также уважай всех остальных мусульман. То есть, что делай? Знай их права. Кроме как, если он на вовведение, нет ему никакого уважения. А также знай почет ансаров. И то завещание, которое оставил посланник Аллах относительно них. Так или нет? Как пришло это у Анаса ибн Малика, у имама Бухарии, муслима, то, что пророк Сааласан сказал, Аятул има не хоббуль ансар, у аятул нефа бухдуль ансар. Что? Знамение или признак веры, это то, что человек любит ансаров. А признак лицемерия, это то, что он ненавидит ансаров. И, а? Что? Это от многих приходит нам, не только от Анаса. Просто я как выписал Анаса ибн Маликова, бухарии мусульман, чтобы привести вам хадис Мустава Панали. И приходит другой хадис. То есть, что? Я оставляю вам завещание хорошо относиться к ансарам. Это слова посланника Аллаха, салала Алиссалима. Говорит, То есть, не забывай семейство пророка. Знай их почет. А также соседей пророка, салала Ассалима, в Медине. Знай их почет также. Соседи имеют ввиду, которые не ансары и не мухаджеры. То есть, были сердцы там, которые, что? Жили какие-то другие люди там, которые не относились к ансарам. То есть, те, кто жил в Медине, ты должен уважать их и почитать их из Ахиба Ахиздумна. Дальше говорит, То, что обладатели знания не переставали опровергать идеологию джахмитов. И начали всякие джахили разговаривать об общих вопросах мусульман. То есть, имеют ввиду, и на Абидуата, и ему подобно. И начали опровергать хадисы посланника Аллаха. И заменили хадисы аналогией и своими мнениями. И объявили в неверии тех, которые противоречили им. И последовали за них в их мнениях разные джахили и мугафаль. Мугафаль это тот, который не может отличить истину от лжи. А также последовали за ними те, которые не обладают знания. Так что стали неверующими, что сами этого не заметили. И погибла община мусульман с разных сторон. И стали неверующими с разных сторон. Многие стали безбожниками. И заблудились. И разошлись, появилась разрозненность и новобведения. Это что, не имеется ввиду, что имам Аль-Барбагаре делает здесь такфиву обществу мусульман. Имеется ввиду, что многие люди, что заблудились, и попали в эти идеологии джахмитов. И попали в вещи, которые являются неверующими. Однако конкретное, то есть обвинение в неверии какого-то конкретного человека, это другой вопрос. Это другой вопрос. Говорит, И исключением остались только те, которые твердо остались, остались стоять на словах послания Николаева приказа, и те, которые сказали, что сподвижники не ошиблись в этих вопросах, то есть последовали за сподвижниками. И Аль-Сунна не перешла границы, которые были установлены сподвижниками. И не захотели отходить от прямого их пути и их мазгаба. И спаслись только те, которые знали, что подвижники были на правильном исламе, и на правильной вере. И отдыхать остался тот, который слепо последовал за сподвижниками. Здесь у себя запишите, что неправильно здесь такое слово употреблять тахлид. Тахлид это следование без довода. Что касается Аль-Сунна, то они делают истеба. Они не делают тахлид, они делают истеба. Истеба это что? Следование за посланником Аллаха и за сподвижниками в соответствии с доводами из Курана и Сунны. А что касается тахлида, то Аль-Сунна не делает тахлид. И шейх Мухбин часто повторял то, что тот, который следует слепо за кем-либо, не является салятитом. Отказал Всевышний Аллах Следуйте за тем, что не способны вам от вашего Господа. Видишь, не сказал Следуйте. В другом месте Всевышний сказал И это мой прямой путь. Следуйте же ему. Видишь, везде Всевышний использует слово истеба, следование. И не использует слово тахлид. Что касается слова тахлид, то оно пришло в порисаемых контекстах Курана и Сунны. И тахлид сильно порисается в исламе. То есть слепое следование. Следование за каким-либо человеком без того, чтобы узнать его доводы. Без того, чтобы узнать его доводы. Это сильно порисается в исламе. Говорит, опровержение. Они что сказали? Они начали молчать. Мы не знаем, сотворен он или не сотворен. И этим имам Ахмад тоже таксир сделал. Как ты не знаешь, Куран сотворен или нет? Ты должен утверждать, что Куран не сотворен. Если ты будешь говорить, я не знаю, Куран сотворен или нет, то ты капер. Это кто? Слова имам Ахмада. Затем Джагмиты новую хитрость придумали. Начали говорить Произношение Курана сотворено. И это было слово муджмаль. Что такое муджмаль? То есть не несет какого-то конкретного смысла. Потому что произношение в арабском языке можно понять, как то, что произносят, а это Куран. И получится, что Куран сотворен. А можно понять, что само произношение. Само произношение сотворено, так или нет? Когда человек произносит какие-то буквы, его произношение сотворено. Но то, что он произносит в Куран, Это не сотворено. И это слово произношение. Можно понять и так, и так. Понятно или нет? Поэтому имам Ахмад сказал, кто говорит это слово, тот джагмит. Тот джагмит. Понятно или нет? Не сказал, что он капер, но сказал, что он джагмит. И любого, кто говорил, лавзи бил Куран махлюк, имам Ахмад выводил из Сунны. И говорил этот человек, мол, кстати, сахид хауа, приверженец нововведения. И не является правильным говорить лавзи бил Куран махлюк, и также не является правильным говорить лавзи бил Куран гайру махлюк. Потому что там есть то, что махлюк, а там есть то, что зырю махлюк. И в этом вопросе обязательно сделать капсул. Понятно или нет? И это указывает тебе на то, что, брат, ты должен беречься этих непонятных фраз, которые можно понять и так, и так. Понятно или нет? И должен порисать это и предостерегать мусульман, чтобы они не произносили этих непонятных фраз, из которых можно понять на возведение. Дальше говорит, И я, говорит, запрещаю вам нововведение в эту религию вводить. Потому что все они в заблуждении. И приказываю вам придерживаться моей сунны. И сунны праведных ведомых прямым путем халифов. Хватите за нее своими коренными зубами. Это хадис Адгарбада и Нусария, является достоверным имам Ахмаду других. То есть для чего привел здесь его имам? Для того, чтобы показать, как нужно поступать в этих случаях. Как нужно поступать, когда распространяется беда. Нужно ли следовать за ним? Нет. Придерживаться сунны, сунны моих подвижников. Все. Понятно, вернее. Если этого будешь в пути держаться, никогда не забудешься. Дальше говорит, И знай, говорит, что погибли джагмиты только из-за того, что начали рассуждать и размышлять о Всевышнем Аллахе. Начали задавать вопросы, почему и как? Почему и как? И запиши у себя, что джагмиты бывают двух видов. Джагмиты бывают двух видов. Первые из них философы, первые из них философы, это те, о которых сейчас говорит имам Аль-Барбагари, которые говорили, что Пуран сотворен, что у Всевышнего нет атрибутов и так далее. И второй вид джагмитов это холюлия, которые сказали, что Всевышний растворен в своих творениях. Это уже суфии. То есть суфии в своей основе кто? Джагмиты. То есть суфии, которые холюлия, которые говорят, что Всевышний растворен в своих творениях. И что бы ты ни видел, это и есть Всевышний Аллах. Это называется ахида холюлия, растворенности Всевышнего Аллах и его творения. Одна из самых худших идеологий, которые только может существовать на земле. Это суфии. То есть суфии, которые придерживаются этой идеологии, кем являются, значит, джагмитами. Говорит дальше. И погибли джагмиты из-за того, что они оставили хадисы и начали использовать аналогию. Что значит аналогию? То есть в именах и атрибутах. Начали говорить. Если мы скажем про Аллах, что у него есть руки, значит, он похож на людей. И тому подобное начали дурные аналогии проводить. И начали проводить аналогию религии на свои понимания, на свои мнения. И пришли с явным, понятным неверием. Ни для кого не скрывается, что это неверие. То есть объявили неверующими остальных, которые не следовали за ними в этом. И их идеология привела их к тому, тупик. Так что им пришлось сказать, что у Аллаха вообще нет никаких имен и атрибутов. Говорит. И сказали некоторые ученые из них, имам Ахмад, то, что Джахмид является неверующим. Джахмид является тем неверующим. То есть имам Ахмад в общем говорил. Но когда говорилось о частных людях, то есть целая группа частных людей, кому сделал такфир имам Ахмад в частности. Но правителей он такфир не делал. Мамуну, Муатасиму и Васику, несмотря на то, что они были джахмидами и распространяли насильные дела у Джахмидов, он не делал им такфир. Понятно или нет? То есть это в общем. Говорил имам Ахмад, этот человек не из Ахлил-Кибля, то есть не из мусульман. Его кровь разрешена. Нельзя от него брать наследство, и он не берет наследство. Потому что джахмиды говорили. То, что в исламе не узаконено ходить на пьяничный намаз, не узаконено совершать намаз в коллективе, не узаконено совершать праздничные намазы и не узаконено выплачивать заказ. Это мнение кого? Это слова джахмидов. И так же они сказали, Тот, кто не скажет, что Куран сотворен, тот неверующий. Это слова кого? Джахмидов. И они начали проливать кровь и посчитали кровь мусульман разрешенными. И что? Пошли противоречие тем, которые были до них, то есть муатазилитам. Муатазилиты пришли до джахмидов и не считали кровь мусульман разрешенной. Понятно ли нет? А джахмиды пошли дальше. И начали испытывать людей теми вещами, относительно которых не говорил ни посланник Аллах, ни его подвижники. То есть вопрос сотворенности Курана. И хотели опустошить мечети и что? Джиламия, то есть соборные мечети. Тем, что начали говорить, что не нужно ходить на пятницу, не нужно ходить на коллективные намазы и так далее. И этим они унизили ислам. И аннулировали джихад. И начали что? Стремиться к разрозненске. И они противоречили этим самым хадисам. И начали использовать доводы аннулированные аяты и хадисы. И начали использовать доводы непонятные аяты и хадисы. И привели людей во что сомнения относительно своей религии. Вахтасамуфи, Робби им начали спорить относительно Всевышнего Аллаха. И сказали, нет мучений в могиле, нет водоема, нет заступничества. То есть какого заступничества? За грешников имеется ввиду. Вообще о заступничестве пророка за творение, шафаатал-розма, они признают. А заступничества за кого? За грешников они не признают. Потому что у них тот, который сделал большой грех, тот кафир. И сказали, что рай и ад еще не созданы. И отвергли многие вещи из тех, которые установлены словами посланника Аллаха. И поэтому многие разрешили их таксир. А это 550 имамов этой общины, как передал имам Аль-Лалакай. Передали от имама Аль-Лалакай, передал 550 имамов этой общины таксир джагнитов. Поэтому, кто отвергнет хотя бы один хадис, тот, который отверг как будто бы все хадисы. О, кафирун биллай аль-разим, и он является неверующим в Аллах. Так, сколько время? Время у нас точнее пришло. И остальное будем дочитывать завтра, иншаллах. Субханакаллаху, махамник. Субханаллаху, махамник. Аттахару, махамник. Аттахару, махамник. Продолжение следует...